привет всем дорогие друзья добро пожаловать в новый влог я нахожусь в аэропорту сейчас это значит что будет видео о путешествии раннее утро как обычно завтракаем в старбаксе я взяла вот такой вот шот с имбирем очень кстати классные бодрящие шоты круассан с ветчиной и сыром и конечно же мачалаты ну что наш рейс все-таки задержали мы сейчас перешли в бизнес-зал будем сидеть здесь ждать пока нас пригласят на посадку были планы прилететь в город погулять там но теперь видать этого уже не получится наконец-то мы в самолете и да я не сказала куда мы с вами летим мы летим в италию и сначала прилетаем в город турин так что встречаемся с вами уже там приехали в свой отель заселяемся сейчас я сделаю вам небольшой ром-тур уже отель мне нравится современный свеженький вот так выглядит наш номер очень даже симпатично здесь даже есть небольшая гардеробная но мне она не нужна так как мы здесь остаемся только на одну ночь здесь с этой стороны расположен отдельно санузел и душевая а с другой стороны открытая не закрывающийся ни на какую дверь расположена ванная комната вот видите какая красивая отдельно стоящая ванна и раковина номер просторный уютный есть достаточно большая терраса давайте сейчас на нее выйдем посмотрим симпатичные деревца здесь стоят кустики и выходит она на задний двор на внутренний дворик и по моему начинает хмурится погода такое ощущение что сейчас пойдет дождь до этого нам еще только не хватало на сегодня у нас забронирован на ужин ресторан смотрите что творится действительно пошел ливень буквально но смотрю что пузырьки наверное он ненадолго совсем не хочется идти в ресторан по дождю еще не хватало промокнуть нам сегодня и вообще будет все замечательно что называется день удался но нет друзья дождик закончился зонтик я все-таки с собой взяла мы пришли в ресторан ресторан называется salus не знаю если я правильно произношу это название по итальянски небольшое меню можете сразу посмотреть цены у этого ресторана очень высокий рейтинг по отзывам принесли нам комплимент от шефа и я буду вам показывать блюда которые мы заказали мы заказали одну порцию мясного тартара и нам сразу же разделили на два блюда а это флан с пармезановым кремом и шпинатом главное блюдо у меня ризотто с чернилами каракатицы креветками и сыром а второе блюдо это паста соусом песто и фисташками в общем ресторан выше всяких похвал все было очень вкусно на десерт у меня ягодное мороженое а это мороженое абрикосовое всем доброе утро сегодня прекрасный солнечный день посмотрите какая погода уже светит солнышко так нам и не удалось погулять по турину потому что уже надо ехать дальше нам сейчас мы выселяемся из отеля оставим вещи и пойдем на завтрак турин является административным центром района пьемонт так что добро пожаловать пьемонт до этого я никогда не была здесь но вот сейчас мы пробудем в этом регионе три дня мы пришли уже в кафе на мне топ от и чем дым полосатый ремень эрмес и джинсы манго а это мой итальянский завтрак но теперь берем машину и едем дальше едем мы с вами сейчас местечко бра там расположен наш следующий отель и там мы встречаемся за своими друзьями район пьемонт славится своими сырами самый известный из них сыр костельманио который является местным деликатесом также пьемонт известен как регион красного вина также здесь производится хорошо известное белое вино так что здесь будет много вина приехали мы в отель немножко похож на французское шато по такому же принципу рядом много виноградников различных сели перекусить нас вот угостили колбаской сыром и уже налили по бокалу просека показываю вам номер ну в общем то такой немножко подуставший отельчик и знаете вот не люблю я вот этот пол еще с испании у меня просто аллергия на такой пол мне кажется что такой пол сразу делает комнату очень неуютной но благо что сейчас лето и жарко но знаете что у этого отеля такая роскошная территория посмотрите какой у нас открывается вид внизу находится ресторанчик а вид просто сногсшибательный здесь есть большая винотека здесь проводятся дегустации а есть еще как-то лаборатория дегустации но это видимо для тех кто учится на сомелье и также здесь еще можно приобрести различные вина вот этот сам магазин здесь также есть книги о приготовлении еды итальянской это книга о ресторанах известных итальянских но не известных хороших здесь в этой книге все они может быть куплю эту книжку эта книга о вкусной и здоровой итальянской пище я люблю такие книги хотя сейчас в принципе есть для этого интернет а эта книжка смотрите здесь о вине здесь различные шатону в италии это называется нами как-то по-другому ну вы меня поняли мне кажется для тех кто любит бывать в таких местах очень полезный справочник магазине вина выделены по регионам италии большая часть конечно же отдана пьемонту также есть таскана сицилия сардиния общем на любой вкус очень много игристых вин а это погреба видите каждой бутылке приделана баночка с землей но это уже для тех кто учится на сомелье чтобы они знали как выглядит земля на которой произрастает тот или иной виноград и из которого делается то или иное вино я конечно далеко не специалист по вину но мне тоже было интересно на это посмотреть очень большой погреб оказался прям целые лабиринты и много залов также есть залы для дегустации вот видите допустим вот такой вот зал здесь столики специальные холодильники где открытое хранится открытое вино здесь можно попробовать его то есть в этих залах проводится дегустация мне кажется что это погреб просто как учебник по итальянскому вину здесь какие-то записки также какие-то стенды не знаю что на них изображено вот смотрите плакат с изображением пьемонта где указаны различные земли этого региона в общем достаточно интересно таких погребов я еще не видела обычно мы были в погребе винодельни там какой-нибудь где хранится и ждет часа вино изготавливаемые на этой винодельни либо есть еще коллекционные погреба где хранятся какие-то элитные сорта вин а это прям смотрите все в ящиках приготовлено для отправки или в ресторан или еще куда-то за этой решеткой как раз вот и находятся именно коллекционные сорта вин гуляя по городу мы наткнулись на местную церковь давайте сейчас зайдем посмотрим как она выглядит внутри снаружи очень интересно но по всей видимости это современная постройка но смотрите все равно внутри очень красиво и рядом с церковью находится школа где учат на поваров и сейчас здесь как раз проходит какое-то занятие я уже не стала туда заглядывать потому что там внутри были студенты уже вечер и я собралась ресторан покажу вам свой образ насколько у меня получится босоножки у меня от zara сумочка от манго топ шелковый от бренда которого уже не существует это бренд утерк и брюки у меня от бренда лаэва вот такой у меня образ браслет от датского бренда пилигрим это бижутерия и серьги кос этот ресторан расположен в соседнем городке даже это не город а я думаю деревня называется трейзо ресторан имеет одну звезду мишлен очень популярный поэтому здесь было много народу и я не смогла вам показать зал вот так называется ресторан и сейчас я покажу вами цены из меню здесь можно взять три курса по цене 120 130 и 140 евро и также можно взять блюдо из меню мы отказались от курсов и решили брать блюдо по меню потому что курсы это всегда очень много маленьких блюд и ими сильно всегда наедаешься и как-то я не очень такую люблю меню ла карта здесь достаточно большое для мишленовского ресторана и есть что выбрать сейчас хочу вам показать какой роскошный вид открывается с террасы этого ресторана посмотрите какая красота ресторан находится на возвышенности и с этой террасы открывается конечно великолепный вид еще и прекрасная погода которая располагает к любованию но сейчас нам принесли маленькие закуски от шефа у нас компания четырех человек поэтому мы взяли некоторые блюда на общее ризотто с фогрой вот эта зелененькая это во фритюре жареные лягушачьи лапки и взяли еще улитки а на главное блюдо я себе взяла с артишоками и картошкой этот ресторан также имеет винный погреб и после ужина всех гостей приглашают посетить этот погреб рассказывают о вине которая здесь хранится здесь есть красные белые игристые вина и также есть вина не только итальянские но из других стран и испанские и французские в общем вина со всего мира здесь великолепная коллекция конечно есть очень дорогие коллекционные вина вот смотрите допустим помероль 1967 года вот это вино 1979 а это у кого ничего себе 1938 ой слушайте друзья не 38 а 1928 года погреб конечно сделан просто великолепно современно здесь не так много места но вино находится везде даже вы могли заметить что и на потолке также здесь представлены деликатесы сыры пьемонтские какие-то консервации есть оливки и грибы вот я вижу эти сыры можно попробовать в ресторане и также здесь еще есть колбаса различные которую также можно попробовать в ресторане заметно что ресторан очень гордится своей коллекции и она считается одна из лучших в пьемонте как нам сказали во всяком случае ну с другой стороны если бы не было чем похвастаться то навряд ли они бы приглашали всех гостей посетить их погреб но так это является предметом их гордости погребе выдерживается специальная температура и достаточно прохладно что мы даже замерзли в погребе также есть прекрасная коллекция шампанского посмотрите дом переньон во всем своем великолепии в полном ассортименте как говорится вот такой мы с вами посетили ресторан уже на улице стемнело и сейчас мы поедем домой и будем отдыхать и встретимся с вами завтра всем доброе утро показываю вам свой образ дня на мне брюки от бренда гуччи сумка лоэве кроссовки шанель топ зара купила его кстати совсем недавно и джинсовая куртка от пешка едем с вами в маленький городок который называется барола он также находится в регионе пьемонт в этой коммуне изготавливается одноименное вино барола я думаю что вы знаете такое вино и многие его пробовали потому что это одно из самых известных вин итальянских и также сегодня барола относится к высшей категории итальянских вин сегодня у нас с вами по плану дегустация и пойдем мы вон туда виноделью баркогна сейчас она закрыта на обед а после обеда мы пойдем туда на дегустацию а сейчас пока просто прогуляемся по городу а а а Субтитры создавал DimaTorzok Смотрите, в центре города висит карта коммуны Барола с землями, которые здесь находятся, и также где располагаются винодельни. Всего в коммуне Барола 42 винодельни. Невероятно! Здесь также есть музей, где представлены работы Пикассо Миро и Дали. Смотрите, какая страшная собака или волк стоит у входа. Прям даже жутко к ней подходить. А это винный магазин, и здесь же можно продегустировать различные вина тоже по регионам. Но больше всего мне в магазине понравились вот эти колбы, которые наполнены различными ароматами, которые присутствуют в винах. Смотрите, персики, розы, цветы и ягоды вишни, также листья перца и сам перец горошком. Потом есть какие-то ягоды, что-то похожее на клюкву, корица. В общем, здорово они это сделали. И можно нажать на кнопочку, и прямо из этой колбы вылетает такой аромат, который очень явно ощущается. И здесь также можно увидеть образцы земли с различных участков коммуны Барола, где произрастает тот или иной виноград. Ну а мы с вами уже пришли на дегустацию винодельнию Баргогна. Взяли три вида вина, все это, конечно же, Барола. Взяли два Барола резерва 2017 и 1982 года и одно вино Барола Кануби. Производство Барола разрешено в 11 коммунах, из которых только 7 считаются важными. И в эту семерку входит деревня Барола, где делают одно из лучших существующих разновидностей Барола. Оно и называется Кануби. А сейчас мы приехали еще на одну винодельню Барола, которая находится в деревне Ла Мора. Здесь у нас сначала будет экскурсия по винодельне, а затем дегустация. Очень красивое современное здание винодельни. Посмотрите, какой дегустационный зал здесь, модный прям. Это вина, которые изготавливаются на этой винодельне. Ну а это шикарный вид на виноградники. Это карта земель. Очень они трепетно ко всему этому относятся. Для них это, конечно же, очень важно. Где, какой виноград произрастает. Все, вот видите, отмечено определенным цветом. Дальше мы идем в место, где расположены огромные бочки с вином. Здесь вино находится какое-то время. Здесь написано, какой сорт винограда находится в этой бочке. Смотрите, допустим, здесь Барбера де Альба, а здесь находится Набиола. Сейчас уже некоторое вино хранят какое-то время в бетонных бочках. Но это для более дешевых видов вин. А затем уже вино переливается вот в бочки, которые поменьше. В которых продолжается процесс выдерживания. Дальше мы идем в погреб, где представлена коллекция вин этой винодельни. Это те вина, которые винодельня оставила для себя. Но, возможно, их также и можно приобрести. Вот этот момент я не знаю. Смотрите, 2001 год, 1999 год. Все это, конечно же, Барола. И также подписано количество бутылок 2005-2006. Здесь стоит одна бутылка Барола 1979 года. Ну, а мы с вами идем уже на дегустацию. В дегустационном зале висит большая фотография семьи, которой принадлежит этой винодельне. Ну, а сейчас нас будут угощать вином. Смотрите, здесь оказывается еще в этой винодельне есть небольшой отель, где можно поселиться и пожить в виноградниках. Насладиться вином. Подышать свежим воздухом, потому что здесь практически нет машин. Одна природа вокруг. Ну, и, конечно же, полюбоваться красивыми видами. Сейчас мы еще заехали в магазин одной винодельни. И здесь уже не будет ни дегустации, ни экскурсии. А просто мы хотим купить здесь очень хорошее вино. Мы это вино пили в том Мишленовском ресторане, в котором были с вами. И нам оно очень понравилось. В ресторане нам сказали, где мы его можем приобрести. И так как это было по пути, мы решили заехать в этот магазин. Мы уже вернулись в отель. Я переоделась к ужину. Оставила те же брюки Гуччи. Сверху надела рубашку от Масима Дути. Сумка у меня тоже Масима Дути. Украшение на шее от Алоя. И на ногах у меня шлепки от Эрмез. Но я буду на этом с вами прощаться. До скорых встреч в следующем видео. Всем пока!